Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно бесплатно создать много страничек в Одноклассниках при помощи почты Google. К одному действующему номеру телефона, то есть рабочему, можно привязать 10 почт. Соответственно, на 3 номера вы создадите 30 страничек, на 4, используя при этом номера там мама, папа, мужа, жены, детей, создавая почты и соответственно к ним привязывая странички. Если у вас уже закончатся номера действующие, можно будет вот здесь на online.sim.ru купить номер виртуальный Gmail за 4 рубля. Есть сайты там, где по 3 и по 2 рубля, то есть половину, а то и в 3 раза дешевле, чем готовый номер к страничке одной. Ну, к примеру, к одному виртуальному номеру, понятное дело, что я создам только одну почту. 10 я никак не создам. Таблицы, учета, логинами, пароли. Можно создать отдельную вот такую табличку. Нам пронумеровать страницы. Здесь логин, это будет электронка. пароль, пароль со всем почтам один и тот же, сразу его копируем. ID страницы и город, на которые будет заведена страница. Дальше. Делаем все так, как я показываю. Ни наоборот, ни в перемешку. Страницы будут выглядеть вот таким образом. Вот видите, Киев, Одесса, Николаев. Это будут отдельные браузеры. Каждая страница будет под отдельным ID. То есть, будет это выглядеть, как вы заходите со всем разных компьютеров. И с разных стран, тем более. Открываем браузер Google Chrome. Он у меня закреплен на рабочей, на панели задач. Сразу заходим в настройки. И сразу создаем новый Добавить пользователя. Нового пользователя. Создаем новый еще один браузер. Назову я его, к примеру, Москва. Я к городам привязываю. Вы как хотите себе называйте. Чтобы потом мне было понятно, с какой сорнишки пришел человек. То есть, мне так легче. Создаю обязательно ярлык. Нажимаю, да, базу. Потому что вот создался еще, видим, браузер Москва. Вот у меня есть три. Еще еще в этом Москва. Потом я создаю на диске папку, куда я перемещу вот эти ярлыки все. Почему не на рабочем столе? Потому что, если вдруг у меня слетит Windows, то все это, понятное дело, удалится и задом вам не придется это все делать. Заходим вот в наш созданный браузер под названием Москва. И создаем аккаунт сразу. То есть, регистрируемся в почте Google, как обычно. Я пишу всегда Татьяна Татьяна отчество. Фамилию не пишу, потому что она будет каждый раз запрашивать, не я ли это регистрировалась вот в прошлый раз. Ну, пусть будет так. Почта не занята. Сразу вставляем пароль. Дату рождения оставим любую. Она все равно не будет отображаться на страничке. номер телефона. Если вы с Украины пишите свой, ну, то есть, взяли номер телефона, вот я сейчас сложу номер мужа, потому что я свой номер уже использовала под завязку. Ну, потом возьму номер свой, второй еще один, потом мамы, папы, там, у всех возьму номера и посоздаю странички. Вот. Что нужно делать? Если вы с Россией, понятное дело, пишите, что, ну, свой номер. Если вы будете покупать номер на online-sim.ru, вот здесь запрашивайте его, ну, вот он сейчас запросится, вот, копировали, к примеру, ну, я закрываю. Здесь выбрали флаг России, вставили номер. Здесь обязательно нужно тоже выбрать Россию. То есть, что вы проживаете в России. Нажимаем далее и здесь соглашаемся. Здесь нужно будет еще раз подтвердить, то есть на телефончик придет код. Фиксовое сообщение. Продолжить. Нажимаем продолжить. Сейчас мне придет смс-ка цифрами. нажимаем. Вот уже пришло. Подолжить. Нажимаем. у меня создалась почта. На один номер действующий я могу создать вот таких 10 почт, то есть 10 страничек. Перейти к сервису Google Chrome, переходим. Дальше. Что нужно будет делать? Обязательно делайте той поочередности, что я показываю, потому что если вы сделаете наоборот, у вас потом не будет приходить код подтверждения на телефон. Вот сюда нажимаем. Вот здесь у меня какой-то восклицательный знак. Ну, это настройки вообще-то. Заходим в настройки. Расширение. Спускаемся в самый низ. Еще расширение нажимаем. Открывается магазин Google Chrome. Такой же как Play Market, к примеру. Вводим название расширения. бросится. Называется вот. Устанавливаем его. Устанавливаем каждый раз на каждую страничку. На каждый отдельный браузер. Вот у меня Москва, Киев, Николай. Для чего это делаем? Для того, чтобы скрывать свое ID. Нам будет даваться на каждую страницу уникальная ID. То, что я говорила. Вы будете заходить с разных браузеров вообще из разных стран. Нажимаем вот на этот глобус. Нажимаем Change Location. И вот, к примеру, я выбираю United States. Как будто я уже живу в Америке. На последующие три странички я буду выбирать так поочередно. Они, пусть даже на следующий раз я выберу все равно Америку, оно не повторится. То есть, они будут уже все равно разные. Все. мы видим, что у нас включено расширение. Здесь сразу пишу ok.ru захожу на сайт Одноклассников и буду создавать страницу. Не создавать, я буду просто входить через почту. Не вход, не регистрация. Просто нажимаем на значок Google. Нажали, открывается окно. То есть, видим, что видим. Сохранила. Обязательно это делаем. Сохраняем логины, почты и пароли. здесь у меня Москва. Москва. Все это сохраняем. Нажимаем войти. Входим через почту, так как сохранить. Я не сохраняю. Нажимаю разрешить. Сейчас нам откроется абсолютно новая созданная страничка в Одноклассниках. Такая же, как только созданная. Нужно будет ее наполнить. Вот видите, здесь у меня США. Нужно будет поменять. Все мы знаем, где это меняется. Изменить настройки. Выберем другой город. Видите, дата рождения совсем не совпадает с тем, что у меня указано. Указано было на почте. нажимаем сохранить. Захожу изменить настройки. Тут личные данные изменить. США. На Москву. Москва, Россия. Нажимаем сохранить. Сохранилось. обратите, пожалуйста, внимание, что логин совсем не совпадает с логином почты. Пароль кстати тоже. Все это нужно будет запоминать таблицу учета логином и паролей. Наполняйте страничку так, как обычно. Фотографии, ленту наполняйте, вы вступаете в группы, украшаете. В первый же день добавляйте по максимуму продавашек. Вот, к примеру, по городу Москве я буду приглашать продавашек. и на сегодня закрывайте ее. Можно правой кнопкой мышкой закрепить вкладку и она у вас закрепится. Вот я сейчас закрываю. Пришел, например, завтрашний день, я захожу работать на страничку или там я дала два дня отдохнуть в страничке, захожу на нее, у меня тут же сразу открывается одноклассник. Вот эту вкладку я закрываю, она нам не нужна. сразу открываются одноклассники и то, на чем я, соответственно, закончила. То есть не на чем, я только создала страничку. Значит, я ее наполняю. Все, вот таким образом создаем то количество, которое вам нужно для работы. Это совершенно бесплатно и, ну, даже если закончатся номера реальные, можно купить виртуальные, но за очень дешево. Я надеюсь, я была вам полезна. Если остались вопросы, задавайте. Всем удачного рекрутинга. Пока-пока.